Продолжение следует... Российские журналисты были выставлены с территории Украины. Мы будем с вами пытаться разобраться по каким причинам и чего ждать рядовым гражданам именно в связи с изменившимися обстоятельствами. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами на связи заместитель начальника управления пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины Александр Жданенко. Александр, здравствуйте. 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 С нами также на связи ведущий украинской радиостанции «Вести» Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте. Здравствуйте. Еще к этому журналист «Эхо Москвы». Все еще. Всегда. Всегда. Это всегда. Это неизменно. Матвей Гонопольский, неизменно, да, журналист «Эхо Москвы». С нами на связи заместитель главного редактора телеканала РЕН-ТВ Марьяна Максимовская. Марьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Надеюсь, это тоже будет неизменно. Нет, почему, Марьяна, вы будете главным редактором РЕН-ТВ, а потом директором. Ну, не знаю. Люблю подчинять свой примус. Только наверх, только наверх и не шагу назад. И Марина Ахмедова, здравствуйте, специальный корреспондент журнала «Русский репортер», который тоже не собирается изменять своему журналу. Уже много лет не собирается. Вот все на своих местах остаются. Я начинаю разговор с Александром Жданенко. Александр, я вот сейчас сидела, рисовала долгие схемы, проводила опросы среди коллег, которые ездили в Крым, из Крыма на поездах. Это вот сейчас не так важно, эти схемы всем рассказывать. Расскажите вы, пожалуйста, что изменилось в правилах въезда и выезда для россиян? Для начала в Крым. В Крым. Что теперь нового появилось по дороге в Крым для российского человека? Ну, для того, чтобы попасть на территорию Украины гражданам Российской Федерации, выполняются требования, которые определены соглашением между Украиной и Российской Федерацией. И эти требования, они не изменились. То есть граждане России могут въехать на территорию Украины, имея или общегражданский паспорт, или паспорт для заграничных поездок. Вот. Кроме того, на перешейке, на въезде в Крым, на административной границе областей выставлены контрольные посты, которые также проверяют наличие документов, подтверждающих личность. Никаких дополнительных штампов, паспорт пока нет. Я знаю, что появился новый, когда вы едете на поезде из Москвы, появился дополнительный пункт в Мелитополе пограничный. Появляются снова, еще раз появляются пограничники. Первый раз они появляются, когда вы пересекаете границу с Украиной, въезжаете в Украину. И второй раз они начинают появляться, когда вы уже как бы выезжаете с территории Украины, хотя Украина не признает аннексию Крыма. Тем не менее, пограничники в Мелитополе появляются, но штампов они пока не ставят о выезде. Пограничники есть, пограничники проверяют людей, которые перемещаются на Крым, исходя из того, что Российская Федерация незаконно провела санкции по аннексии территории Крыма, ввела туда войска, незаконно и без прохождения соответствующих видов контроля, ввезла туда граждан Российской Федерации, которых мы не знаем, мы не знаем, как они там попали, с какой целью они находятся, и они не могут пересекать Украину бесконтрольно. Потому мы вынуждены контролировать таких людей непосредственно уже на территории административных областей Украины. То есть пока никакого выездного штампа не предполагается? Вы не считаете, что человек выехал с территории Украины, когда он въехал в Крым? Да, он не выезжает с территории Украины, но люди, которые попали на территорию Крыма в обход существующих пунктов пропуска, они считаются, что попали на незаконных основаниях на территории Украины. И таким людям применяются административные санкции. А что значит в обход этих пунктов? Вот это очень важный момент. Что это значит? Каким образом они попадают на территорию Крыма в обход этих пунктов? На машине? Что значит в обход? Мы должны понимать. Ну, они когда попадают на территорию Крыма, там, где нет пунктов пропуска, или не осуществляется пограничный таможенный контроль. Вот таким людям применяются санкции. Как вы узнаете, что эти люди... Ведь у них же есть штамп. Вы имеете в виду, что эти люди изначально нарушили российско-украинскую границу в районе еще Казачьей Лопани? Или это люди въехали, имеют штамп с пересечения с Украиной официальной, но потом они пропустили пункт в Мелитополе? Вот это вы считаете нарушением? Нет. Те люди, которые въехали на украинско-российские государственные границы, они въезжают официально. А вот те люди, которые попали на территорию Крыма с Краснодарского края, вот там, где-то в районе Крымского перешейка, значит, Керчь, в этих местах, вот те люди, которые прошли без паорничного контроля, так как там на сегодняшний день паорничники не могут осуществлять контроль, вот те люди считаются незаконно попавшими на территорию Украины. А которые въехали через пункты пропуска на материковой части, те попадают официально. Вот теперь я поняла. И вопрос теперь с самолетами. Если человек вылетает на территорию с российским паспортом из Москвы в Симферополь прямым рейсом, что за штампы теперь он там получает, если он, например, с загранпаспортом, либо с внутренним, заполняет ли он вкладыш или уже вообще ничего? А вылетать с России в Симферополь он не может, так как на сегодняшний день там закрыто воздушное пространство. Поэтому он может вылетать с России, с Москвы, с любого другого города, в любой город на территории материковой части Украины. И после этого попадать через или автомобильные, или железнодорожные контрольные посты на территорию Крыма. То есть это будет считаться, он физически, он, конечно, может вылететь в Москва-Симферополь, но это для вас будет считаться незаконным въездом в Крым прямым рейсом Москва-Симферополь. Это будет незаконным въездом на территорию Украины. Вот. Вот это то, что мы должны понять. Не важно, получит ли он там штамп или не получит, но важно, что для вас, вы считаете, если он прилетел в Симферополь из Москвы напрямую, для вас этот человек уже совершил нарушение административное. Как он может быть наказан, такой человек, если он потом, дальше он из Симферополя едет в Украину? Что с ним может произойти? К этому человеку применяется административное законодательство, на него накладывается штраф, размер штрафа определяется судом, и также этому человеку могут применяться дополнительные меры, которые в дальнейшем ограничивают его возможности въезда на территорию Украины. Понятно. Теперь вопрос уже совершенно конкретный. Мы знаем о нескольких ситуациях с российскими журналистами, которым по тем или иным причинам было отказано в нахождении на территории Украины. Вчера Роман Супер прилетел в Одессу. Роман Супер – это корреспондент РЕН-ТВ. Он прилетел в Одессу. Одесский пограничник, таможенник, со слов Романа Супера, сказал ему, вы должны понять, вы же были в Крыму. Что имелось в виду? Какое нарушение совершил Роман Супер? Видимо, то, о чем мы с вами, полагаю, говорили. Но вы все-таки нам еще раз скажите. Там не совсем такая ситуация была, как вам говорят. Роману Суперу был закрыт въезд в Украину еще раньше. И потому, исходя из того, что он не мог попасть на территорию Украины, он просто был не пропущен. Оператор, который с ним был свободно, мог пересечь границу. А почему был ему доступ закрыт Роману Суперу, мы знаем? Ну, здесь есть соответствующие органы, которые определили необходимость таких действий. Это уже не ваша задача? Вы получаете список лиц, которые определены, и вы уже дальше решаете, как с ними дальше? Мы выполняем, да. Выполняем поручения. Выполняем поручение. Я хотела бы, чтобы Марьяна Максимовская рассказала, сколько еще людей было задержано вот таким же образом, как Роман. Марьяна, там, по-моему, человек семь, да, у вас сколько сотрудников? На самом деле, Лен, я бы не стала так спокойно вообще реагировать на информацию, которую мы только что выслушали в вашем эфире, потому что вообще, на мой взгляд, это даже не маленькая сенсация, это большая сенсация. Потому что нам впервые представитель государственных органов и власти Украины, в общем, сообщил, что теперь все люди, если, ну, поправьте меня, если я неправильно понимаю, которые прилетают в Крым из России, а, в общем, пока доступ один, это, естественно, Москва, Симферополь, прямые рейсы, после этого не смогут попасть на территорию Украины. И, допустим, если это граждане России, у которых родственники живут и в Крыму, и, там, в Киеве, понятно, что этим людям, очевидно, придется выбирать. Они приезжают к своим родственникам в Крым, и они уже никогда не приедут к своим родственникам в Киев, и наоборот. И, на самом деле, мне кажется, что это глобальнейшая вещь, которую мы только что услышали, и это касается далеко не только журналистов. Вот давайте я сейчас просто прямой вопрос. Марьян, 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 Александр, это очень важно. Марьян, пожалуйста, остановитесь, Марьян, пожалуйста, остановитесь. Конечно, мы будем разбираться в этом. Ровно поэтому я затеяла этот эфир, что это касается не только журналистов. Для меня в том, что сейчас говорит Александр, ничего неожиданного, я никакой сенсации здесь не вижу. Я была готова к такому повороту событий, поэтому мы разбираемся с этим сейчас. Я была готова к тому, что я рада, что это прозвучало, это оформлено, это официально теперь, но я понимала, что это прозвучит, поэтому мы сейчас будем в этом разбираться. Я не услышала, что Александр сказал, что ему запрещен будет въезд в Украину. Он сказал, что будут возможны штрафные санкции, либо такому человеку будет закрыт доступ, потому что он совершил нарушение. Александр, давайте мы снова, Марьяна, я вам дам дальше слово, давайте уточнять по пунктам все, о чем вы сейчас спросили. Вопрос возникает, действительно он же должен тогда делать выбор, либо он имеет право, ведь сказал Александр, что он может, пожалуйста, он может посетить Крым, но только с территории Украины. Он должен лететь рейсом Москва-Киев, фиксироваться, регистрироваться, получать штамп, потом влетать в Крым, ради бога. Он не может только одного, он не может полететь напрямую из Москвы в Симферополь. И тогда его ждут наказания, когда он прилетит в Украину, либо штраф, либо депортация, либо запрещение въезда. Александр, как вы будете определять, вы его только штрафуете, или вы ему потом запретите въезжать в Украину из-за того, что он нарушил вот это правило, о котором вы сейчас сказали? Ну, значит, вот то, что Марьяна сказала, я сейчас прокомментирую. Во-первых, граждане Российской Федерации могут свободно попасть на территорию Украины. И въехав на территорию Украины, они могут дальше свободно перемещаться по территории Украины и выехать также с территории Украины. Те граждане, которые попали на территорию Украины в законный способ. Также это касается, насколько я понимаю, граждан Украины, которые попадают на территорию Российской Федерации. Те, кто попадает в способ, который не соответствует законодательству, они также привлекаются к ответственности. И тут ничего нового и удивительного нет. Что касается лиц, которые попадают или пытаются попасть на территорию государства в нарушении существующего законодательства, это международная норма, они все привлекаются к ответственности. В Украине существует административная ответственность, потому, исходя из этой административной ответственности, эти люди будут привлекаться, если такие будут. Или это будут штрафы, или это будут другие какие-то меры. Спасибо. Марьян, продолжайте, пожалуйста. Я просто уточнила, что речь идет только о тех, кто влетел напрямую до Москвы-Симферополь самолетом. Таких людей явно будет очень много, подавляющее большинство. Теперь конкретный вопрос к Александру по ситуации с нашей съемочной группой и депортации из Одессы. У нас было три таких случая, которые касались только моей программы, еще несколько, которые касались журналистов службы новостей нашего телеканала. Я буду говорить о трех случаях, которые происходили моими коллегами по программе недели. Так вот, только что Александр сказал, что был закрыт по какой-то непонятной причине доступ нашему корреспонденту Роману Суперу на территории Украины. Ну, возможно, он не знает, Александр, по какой причине, я тоже не знаю, не понимаю, но окей. Но в то же время, как только что сказал Александр, если опять-таки я правильно поняла, был открыт доступ нашему оператору Петру Косенко. Тогда я хочу задать прямой вопрос, а почему тогда оператору Петру Косенко не просто его депортировали вчера из Одессы, посадив на тот самолет, которым он прилетел из Москвы. Ему поставили в паспорт, прямо в его ограниченный паспорт, штамп красный, прямо, знаете, вот в центре паспорта, испортив сразу две странички, и правую, и левую. Так вот, этот штамп, где сказано о том, что оператору Петру Косикину запрещен въезд на территорию Украины на два года. Почему тогда, если ему не был запрещен доступ, как говорит Александр, вот так, как это было с Романом Супером, что для меня, конечно, удивительно и странно. Марьян, Марьян, извините, я спрошу вас, Марьян, простите, я вас переспрошу, а Роману такой штамп не поставили? То есть только... А Роману такой, да, совершенно верно. Интересно. Роману как раз, Роману просто поставили от Мельского пересечения украинской границы въезд въезд, и депортировали его тоже там в следующем самолетом, не было места на первом самолете, в котором они прилетели. А оператора Петра Костичина, про которого только что Александр сказал, что ему не было никаких указаний по его поводу сверху и сбоку, или откуда там они попадают, эти указания в погранслужбу, так вот, его не просто депортировали, у него стоит в паспорте этот самый штамп, и ему закрыли... Спасибо, Марьян, спасибо. Пожалуйста, Александр, расскажите нам, что же такое за противоречие? Ну, во-первых, если ставишь штамп о запрещении въезда, мы ставим его не на два года, а на три года, потому, наверное, там какая-то ситуация не та, которая сейчас говорится. Вот. И, естественно, я ее прокомментировать не могу, потому что, как бы, говорить за то, чего нет. Ну, тогда вам, Александр, вот, можно ли просить вас разобраться с этим? Потому что вы сказали, по вашей информации, с оператором не было проблемы, по информации Марьяны и по документу, проблемы есть. Вы могли бы разобраться для нас, почему такое противоречие случилось? Ну, мы можем разобраться, да, по этой ситуации, если в этом будет необходимость, конечно. Марьян, у вас есть еще вопросы? Есть еще два вопроса, я хочу задать. Я все-таки пытаюсь понять, вот, например, когда я сама прилетала в Крым, а, естественно, почти все наши журналисты, включая меня, побывали в Крыму, там глобальные события происходили, все мы там были. Вот я, например, пересекала границу, у меня есть отметка о пересечении Крымой границы в Симферополе, вообще, когда еще полуостров считался составом, в части Украины. Да, и у вас была украинская отметка о въезде, конечно. Да, у меня украинская отметка о въезде. Вот интересно, вот эта юридическая казуистика, как она сейчас будет учитываться? Мало того, ровно такие же отметки о пересечении еще украинской границы, то есть до референдума, они стояли в паспорте нашего оператора Олега Деркача, которого депортировали из Киева полторы недели назад. И ровно такие же еще украинские отметки стояли в паспортах наших корреспондентов Вячеслава Гузя и операторов Виктора Музалевского, которых депортировали из Донецка в начале прошлой недели, а именно во вторник. И вот не мог бы, уважаемый Александр, ответить, как все эти вещи между собой связаны. Спасибо. Александр, вопрос. Связана ли вообще история посещения Крыма журналистами, о которой говорит Марьяна, с тем, что их потом выставили, депортировали, не впустили в Донецк? Или это несвязанные вещи? Если, ну, во-первых, что Крым, это есть территория Украины, она и остается территорией Украины. Да, и у них были законные въездные штампы, да, на эту территорию, на тот момент. Если это не территория Украины, наверное, будет неправильно говорить. Это территория Украины. Как я уже сказал, что на данный момент в Крыму, в частности в Сиферополе, не осуществляется пограничный таможенный контроль. Украинскими контрольными службами. И люди, которые попали на территорию Крыма в нарушении законодательства Украины о правилах прещения границы, они несут ответственность. Скорее всего, эти журналисты попали как раз в такой способ на территорию Украины. Александр, подождите, я вот тут, важно для всех уточнить. Речь идет о том, что есть журналисты, которые в разгар этих событий посетили Крым, и у нас есть такие коллеги, я их знаю, которые получили законные отметки о пересечении границы с Украиной. Законные. На тот момент пункт, я даже выспрашивала сегодня своего коллегу, существовал. Он получил штамп со словом Украина. То есть, правильно ли мы понимаем, что если этот штамп в паспорте есть, то история с тем, как вы посетили Крым, снимается. То есть, вы чисты перед Украиной, если у вас есть такая старинная отметка до референдума. Да, да, абсолютно правильно. То есть, здесь не проблема. То есть, если у человека возникла проблема, и он имеет такую честную отметку, она не связана с Крымом. Это какая-то другая проблема, правильно? Да, да, абсолютно правильно. Если он посетил Крым сейчас, и он не имеет никакой отметки, как вы узнаете потом, что он там был? Ну, мы узнаем, если он выезжает с территории Крыма, на материковую часть Украины, естественно, возникает вопрос, каким образом он попал на территорию Крыма. А если он вернулся назад, то он может жить спокойно, спать спокойно, а потом он въехал еще раз законно, вы все-таки не узнаете о том, что он был в Крыму? Ну, не знаю, может быть, узнаем, но я не могу вам ответить. Понятно. Марьян, у вас еще есть вопрос, вы сказали два. Потому что Александр не ответил на мой вопрос. Будьте добры, не могли бы вы сформулировать, я так понимаю, что он меня не слышит, а слышит ваш вопрос, который вы уже ему как бы ускоряете. Действителям и слушателям это, конечно, немножко странно, но что делать? Все-таки он так не ответил на мой вопрос, уважаемый представитель погранслужбы Украины. Так почему тогда, если наши корреспонденты ничего не нарушили, почему им было отказано во въезде на территорию Украины? Да, знаете ли вы, Александр, почему журналистам РЕН-ТВ было отказано на территорию Украины, если они не нарушались, то въездные правила в Крым? Знаете ли вы причины, по которым их выставили из Донецка? У нас есть случаи, когда журналистов российских телеканалов мы не пропускаем на территорию Украины. Причины довольно банальные, когда журналисты дают неправдивые сведения о цели своей поездки. Они рассказывают, что они едут с какими-то другими целями, что они не едут, что они не журналисты и так далее. Поэтому принимаются соответствующие решения. Нет к нам ни малейшего отношения, мы не скрывались, мы не прятали свои удостоверения, не прятали свою аппаратуру. Напротив, мы совершенно открыто показывали удостоверение, рассказывали, куда мы едем и зачем. К нам это не имеет ни малейшего отношения. Я хочу эту тему немного продолжить. Что касается решений о непропуске граждан Российской Федерации на территории Украины, я могу сказать следующее, что в каждом случае, когда мы не пропускаем какого-то гражданина иностранного на территории Украины, это у всех стран, в отношении таких граждан составляются соответствующие документы. Один экземпляр этих документов выдается на руки иностранному гражданину, для того, чтобы он понимал, почему ему приняты меры, не ограничивающие его право в перемещении через границу. И, исходя из общего количества, которых мы не пропустили, и которым был закрыт въезд на территорию Украины, я вам могу сказать, что за март месяц это составляет всего 0,7%, которым был закрыт въезд в Украину. При этом я хочу сказать, что гражданам Украины, которые едут в Российскую Федерацию в такой же промежуток времени, было запрещено въезд в Россию, которые ехали к родственникам с культурной целью, было не пропущено всего 1221 гражданина Украины с российскими контрольными службами. При этом не составлены были никакие документы, не было надано никаких объяснений, люди были просто не пропущены и запрещены въезд на территорию Российской Федерации. Вот я вам могу сказать о правовом поле и о правовом государстве, которые пытаются нам аргументированно сказать о том, что пограничники Украины где-то нарушают какие-то общие понятия. Александр, это очень интересная и важная информация, но тем не менее Марьяна Максимовская говорила о том, что из перечисленных вами нарушений, например, скрывать, что он журналист, как-то прятаться, их журналисты не совершали ничего, они открыто говорили, да, мы журналисты, вот наша техника. То есть что им-то инкриминировалось, вот этим конкретным журналистам РНДВ? Ну, это говорит Марьяна, а я говорю по фактам, которые были обнаружены. Марьяна, тогда к вам вопрос, получили ли ваши журналисты какое-то детальное описание? Нет, нет, я настаиваю на том, что никакого детального описания получено не было. Ни одним из нескольких депортированных журналистов, это абсолютно точно, были получены бумаги, где в двух случаях операторам были выданы также запрещения на въезд на два года, я все-таки настаиваю на своих словах, эти бумаги у меня перед глазами, были выданы запрещения на въезд на два года операторам телекомпании РНДВ, ну и вот в одном случае поставили красную печать посередине паспорта, где тоже речь идет о двух годах, а не о трех годах. И нигде ни слова не сказано о причине депортации, но эти документы у меня просто перед глазами. Спасибо, Марьян. Теперь самый главный и заключительный вопрос Александру, есть ли возможность как-то обжаловать это решение, оспорить, написать свои аргументы, объясниться, есть ли такая возможность, процедура, пожалуйста, если она есть, назовите ее для нас. Конечно, каждый человек может обжаловать решение контрольных органов, для этого есть судовые инстанции, пожалуйста, человек может подавать и обжаловать решение. То есть на территории Украины он должен выслать, поскольку он въехать, он не может, он должен выслать это заявление в суд, допустим, города Киева. Как вот это он должен поступить? Ну, какой суд, я не могу сказать, какой суд он может выслать. А через судовые органы решение может обжаловать. Это право человека никто, этого права не лишает. Через судебные органы, может быть, обжаловать, через украинские, естественно, судебные органы, он может обратиться в суд. Спасибо вам большое, Александр. Был с нами на связи Александр Жданенко, который, мне кажется, дал исчерпывающую информацию, хотя она не во всем удовлетворила, конечно, Марьяну Максимовскую, но будем разбираться дальше. Спасибо вам, Александр, за участие в нашем эфире. Марьяна Максимовская, мы продолжаем обсуждать эту тему. Это уже ваше решение? Вы остаетесь с нами или вы убегаете по своим делам? Потому что мы с журналистами уже остаемся ее обсуждать. Я оставляю вас с моими коллегами наедине, или как сказать, у вас двое. Да, да, наедине с нашими слушателями, которые сейчас будут нам звонить. Да, да, да. Матвей, Марина, выражаю респект и уважуху, как говорят сейчас, подрастающие поколения. И прошу меня извинить, но надо убежать. Марьяна, спасибо вам большое также за участие в эфире. Спасибо. Итак, продолжаем наш разговор о том, как вести себя в связи с изменившимися политическими условиями гражданам России, которые хотят посетить и Крым, и Украину, и как они должны корректировать свое поведение в связи с этим. Речь идет не только о журналистах. С нами Матвей Гонопольский, с нами Марина Ахмедова. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И коллеги, поскольку наши слушатели, может быть, будут более бытовые вопросы задавать, а вам я сейчас буду задавать вопрос вот такой. Сначала читаю заявление МИДа, которое сегодня вышло по поводу вот этой ситуации с выдворением российских журналистов. Итак, абзац. Это очередная возмутительная акция, идущая в духе политической цензуры, которая, к сожалению, установилась на Украине де-факто властями. Это очередной шаг, направленный на лишение миллионов жителей Украины доступа к информации, причем информации объективные, реалистичные, говорит российский МИД. Правдивая информация о том, что происходит сейчас в этой стране, о тех грубейших нарушениях прав человека, которые продолжаются, в том числе в отношении русскоязычного населения. Просто власти Украины не хотят бояться того, что их кампания пропаганды и промывки мозгов будет в значительной мере нейтрализована той информацией, которая идет по каналам российских СМИ. Вот как прокомментировал российский МИД выдворение российских журналистов с территории Украины. Матвей, я хотела бы послушать ваше отношение ко всей этой истории. Ну, если позволите, я в стороне оставлю комментарий МИДа, ему надо было так сказать, он так и сказал. Здесь, понимаете, нет виноватых. То есть, можно сказать, что причина – это вот переход Украины под российскую юрисдикцию. Повторяется история с Абхазией и Южной Осетией, которая была. Мы знаем, что люди, некоторые, не зная ситуации, ездили с зарубежными паспортами в Абхазию, как на курорт отдыхать. Там им ставили отметки, а после этого даже известная история, когда в Грузии, это было еще при Саакашвили, человека арестовали, грозили тюремным сроком и так далее. Конечно, можно возмущаться, но возмущаться нечего, потому что, поскольку Украина не признала аннексию Крыма, то она считает это своей территорией. Значит, плохо – это плохо. Данность – это данность. Имеет Украина на это право? Имеет. Здесь еще есть, так сказать, рулит политика. Она рулит в том, что, безусловно, Украина не намерена, ну, скажем так, очень мягко способствовать большому количеству туристов на территории, которая взяла и убежала в Россию. Вот почему, вы знаете, отменены все рейсы, и вот почему туда попасть сейчас будет сложно. Значит, что делать? Ну, это я так тихонько говорю, да, чтобы не обращали на это внимание. Просто Крым теперь по факту российская территория, зарубежный паспорт некому предъявлять. Значит, люди едут в Крым со своими российскими паспортами. Единственное, они не смогут уже пересечь границу Украины прямо там. То есть, если они, например, хотели махнуть из Симферополя, например, в Киев, придется садиться в самолет или придется пересекать границу опять России на российскую территорию и после этого заезжать на Украину в той точке, где есть украинский пропускной пункт. Ну, тут, конечно, господин Жданенко немножко прихвастнул, что они там прям всех будут определять. Не смогут они определить, но придется вот такими танцами с бубнами заниматься. Мне кажется, что журналистам надо оспаривать это дело. Я имею в виду журналистам РЕН-ТВ, но мне кажется, что при первых же переговорах, которые, может быть, когда-то будут между Украиной и Россией, нужно поставить важный гуманитарный вопрос. Журналисты и одной, и другой стороны, и Украина, и России, должны из этого списка быть исключены. Они рассказывают людям, что происходит. Поэтому не надо их этими танцами с бубном заставлять заниматься. Вот, Матвей, дело в том, что танцы с бубном, вы имеете в виду ведь вот эти истории с пересечениями границы, правильно же? Ну да, надо соблюдать вот эту вот всю историю, соблюдать. Понимаете, нет, так не получится вывести журналисты. Если у вас будут предъявляться такие требования гражданам Российской Федерации всем, не получится вывести журналистов из их состава. Они такие же граждане Российской Федерации. Ну, вы понимаете, как Джеймс Бонд говорил, никогда не говори никогда. Но в данном случае я просто снимаю эту фразу, вот почему. Я не хочу выделять журналистов в какую-то отдельную касту. Вот у нас есть такой геморрой, этот геморрой существует, он касается всех гражданинов России, и поэтому придется всем заниматься вот этой вот ерундой. Еще раз повторю, это неприятно, это плохо, но это факт, потому что забрана территория, а Украина этого признавать не хочет. Все. Марин, вы послушали, я вот к вам теперь хочу обратиться, вы послушали аргументацию замначальника пограничной службы. Он ведь, что мы поняли из этого разговора? Что все-таки то, как они попали в Крым, им пока не инкриминируется, потому что из тех, которые были депортированы, я не знаю, правильно ли мы вообще используем это слово, депортированы, но их не впустили на территорию Украины, и они теперь лишены этого права, были люди, которые получили законный украинский въездной штамп. Их не пустили по каким-то другим обстоятельствам, в том числе, потому что не очень устраивает украинскую сторону то, как они показывают события на Украине, они считают, что они показывают их тенденциозно, необъективно. Что вы думаете об этом аргументе? Принимаете ли вы его, понимаете ли вы его и соглашаетесь ли вы с ним? Ну, да, я, вы знаете, пока была в Киеве, потом во Львове, то я довольно часто слышала от людей, ну, в разных интонациях они это произносили, что вот вы российская пресса, и вы все врете. То есть это были практически первые слова, которые мне приходилось слышать от всех людей, к которым я подходила и хотела с ними поговорить или взять интервью. И, конечно, мы понимаем, что идет информационная война. И в любом случае в нее психологически и ментально вовлечено большое количество людей, будь то журналисты или не журналисты. И вот такими методами, мне кажется, нас заставляют принять какую-то одну из сторон в этой информационной войне. Ну, для меня это неприемлемо. Для меня было очень тяжело, потому что я не делаю ничего такого, чтобы можно было меня, ну, я надеюсь, улечить во лжи. Ну, я не уверена в том, что меня нельзя не улечить вне объективности. Вот. А, потому что репортаж, он все равно содержит какие-то элементы субъективного. Но мне надоедало каждый раз оправдываться только по факту того, что я являюсь представителем российской прессы, но в то же время я понимала, почему все это происходит, и я понимала, что у всего этого есть серьезные причины. Но это не значит, что в украинской прессе не существует той же пропаганды. Она тоже существует. То есть это две стороны. И я не хочу... Правда, есть разница в том, что они занимаются пропагандой на своей территории. Да, на своей, конечно. И им гораздо сложнее не заниматься ею, потому что революция происходит на их территории. И если бы революция... Я на то, что делали и что говорили мы. Но, тем не менее, я... Очень тяжело работать в этих условиях. Один шаг вправо или один шаг влево. И ты... Не то, что тебя эта страна или та страна называет врагом, а ты... Это же все связано с личной жизнью. У меня много близких людей, украинцев, друзей. Моя самая близкая подруга с Украины. И что же я должна? И... А если я принимаю какую-то одну из сторон, то мне надо просто уже задуматься о том, что, наверное, не нужно ездить в качестве журналиста в Киев, во Львов. Ну и вот. Да. То есть я... Ну, конечно, я за то, чтобы нынешняя власть украинская, она понимала, что не надо оказывать на нас давление таким образом. Потому что я наемный сотрудник, я журналист. И мне надо будет лететь в Симферополь на следующей неделе. Это так. И из Симферополя я вернусь в Москву. А потом я очень хочу посетить свой любимый Львов. И не надо меня наказывать за то, что я осуществляю свою деятельность. Матвей, я вот хочу вас о чем спросить. Две есть точки зрения на это ограничение показа российских каналов на Украине, которые... Вот это российское... Ну, я сейчас не буду говорить о каналах. Я говорю о подаче информации. Потому что, с одной стороны, действительно, очень односторонний показ. Но, с другой стороны, когда я смотрела вчера ток-шоу Петра Толстого, которое называется «Политика», в котором каждый говорил, что должны, что обязаны сделать украинцы, чтобы страна не распалась, они обязаны не проводить выборы, они обязаны принять конституцию, которая сделает страну федеральность, даст федерализацию этой стране, они обязаны не допустить развала страны тем, что они примут вот эту статью о федеральном устройстве Украины. Они совершенно свысока навязывали и объясняли украинцам, что им делать. И я вот думаю, вот люди сейчас этого не видят на Украине. Может быть, им даже стоило бы на это посмотреть еще раз. Как вы считаете? Ну, понимаете, ну, можно. Есть такие люди, их называют мазохисты, которые вот предпочитают чего-то там такое смотреть. Конечно, даже в Украине сейчас или на Украине, как угодно, звучат сейчас. И вот даже мне в эфир сегодня звонила женщина 80 лет. Она сказала «Вы, Максим Гонопольский?» Я подумал «Ну ладно, 80 лет, бог с ним». Я говорю «Да, это я». Она говорит «Максим, немедленно включите российские каналы. Я люблю Малахова». Я говорю «Не могу». Она говорит «Как не можете?» «Я же оплатила кабельной компании». Ну и дальше пошел у нас веселый разговор. В конце концов она повесила трубку. Ну, понимаете, в чем дело. Очень трудно, когда такая ситуация, чтобы свои собственные кабельные каналы вот эту всю, ну, скажем честно, высокомерную пропаганду, а это пропаганда, передавали. Поэтому, как бы, кроме того, нет вот то, что называется фидбэка. Нет обратного такого движения. Почему? Потому что Украина, она, собственно, лишена возможности рассказать россиянам свою точку зрения. То есть ее там долбят, и все это идет в одну сторону. Поэтому я могу, как бы, это списать, отсутствие не только Малахова, но и всего остального, на то, что, собственно, две страны пережили маленькую, но войну, войну, но маленькую, но маленькую, но войну. Я думаю, что Российская Федерация, если бы сейчас была у нас вот война с нацистской Германией, она вряд ли транснировала бы там Deutsche Welle или что-то такое. Я думаю, что она бы бомбой это дело разгромила. Ну, слава богу, у нас сейчас война такая light, но украинцы, ну, правительство решило, что это вражеская пропаганда, разлагающая, отупляющая. Они выключили, имеют право. Плохо это плохо, но в чем плохо? Ну, не увидим Малахова. Ну, да, вот украинцы страдают, там, любящие сериалы и так далее. Есть такое, есть. Ну, я думаю, когда-нибудь, может, лет через 300, эта волна сумасшествия, государственного пропагандистского сумасшествия сойдет, и тогда опять престарелый уже Малахов, трехсотлетний, как бы услышит, его увидит та же уже двухсотвосьмидесятилетняя бабушка. Ну, что делать, понимаете, когда такая ситуация, когда две страны были на грани войны, ничего сделать нельзя. Лес рубят, щепки летят. Понимаете, я вот, Марин, вы были в юго-восточных областях, вот вы были во Львове, вы были вот сейчас вот... Нет, да. Тогда, ну, хорошо, тогда я снова Матвей спрошу. Матвей, вы общаетесь с людьми с юго-востока Украины, вот в эфире? Вот просто даже попробуйте вообразить. Мне кажется, что даже они, когда смотрят, даже те из них, которые, ну, я имею в виду не всех подряд, потому что там очень расслоился народ, я имею в виду те, которые ходят с российскими флагами на демонстрацию, но даже если им показать вот это вчерашнее шоу, мне кажется, даже они должны возмутиться, и у них какое-то чувство собственного достоинства должно в них всколыхнуться. Ну, почему вы нам это навязываете? Ну, даже та же федерализация, ну, разберемся, мы сами хотим мы ее или нет. Как вы считаете? Вы знаете, фраза, то, что вы сейчас говорите, простительно вам, потому что вы женщина. Вы женщина прекрасная, вы эмоциональный, вы прекрасная женщина. Хорошо, вычеркнули это дальше. Послушайте меня, знаете, есть такое выражение «стучать в рельсу». Значит, еще раз вам повторяю, украинские зрители, которые очень любят российские каналы, очень любят, реально любят, без дураков, потому что первый канал, он богатый, канал Эрнста, там хорошие развлекательные шоу всякие. То есть, если вычеркнуть вот эти часовки ненависти, то это очень хорошие каналы, российский канал показывает прекрасные сериалы. Так, так, Матвей, да. Но я еще раз вам повторяю. Вот вы говорите, они должны. Вот полетит к нам комета. Нет, я вас спросила. Уважаемая ведущая. Нет, вы не поняли. Нет, нет, вы не поняли. Я спросила вас, они должны так реагировать, они будут так реагировать или нет? Я спрашиваю вас, потому что я же не знаю. Ну, знаете, они реагируют на это, вот украинцы, даже в восточных областях, ведь передатчики радиовести, вот где сейчас я делаю утренний эфир, они стоят в двух приметных восточных украинских городах, а именно в городе Харькове и в городе Днепропетровске. Поэтому кроме Киева, Харьков, Днепропетровск, ну и Севастополь, там непонятно, передатчик то работает, то нет. И вот звонят оттуда люди. Они говорят, да, ну у нас же был эфир посвященный этому, они говорят, да, плохо, конечно, что отключили каналы, но потом они так мнутся и говорят, ну это же смотреть невозможно. И при голосовании получается так, что где-то 26-28% согласны смотреть как бы, ну вот все вот это, весь этот продукт ужасный, а остальные, их подавляющее большинство, может в этом какой-то лживый патриотизм, я это не могу об этом говорить, говорят, что нет, мы этого смотреть не хотим. Потому что возмущают, вот именно потому что возмущают, когда живут даже меня, совершенно постороннего, казалось бы, человека. Маринка, что вы хотели сказать? Да, я хотела сказать, что если мне память не изменяет, то, по-моему, пока я была во Львовской области, отключили российские телеканалы, я была этому очень рада, потому что мне в какой-то степени стало легче работать, люди на меня так активно не бросались. Да, потому что, ну я видела, как люди, я ходила по разным домам, общалась с семьями, и я видела, как люди просто были прикованы горящими уже от ненависти глазами к этим политическим ток-шоу нашим. И я думала, боже, зачем они это смотрят, потому что это только подогревает все. Марина, вот в этом же и состоит моя мысль, которую не понял Матвей, наверное, что сейчас-то, когда они отключены, вот это вот их единение и вот это понимание какой-то ужас начинает, может быть, сходить на нет, оно начинает растворяться. Они к этим каналам будут относиться более спокойно и терпимо, просто потому что они их не смотрят и не знают, и не представляют, что там идет. И более того, они не будут думать, что вся Россия она такая, что все россияне думают так, что все россияне пришли бы в телевизор и сказали бы ровно то, что говорят у нас. Ведь если, я не знаю, может быть, мое наблюдение неверно, но мне кажется, что в последнее время вот в эти ток-шоу, которые посвящены вопросам Украины, приглашают не таких уж и оппонентов. И даже если их разделяет барьер, то они говорят друг другу практически одно и то же. Абсолютно, абсолютно. Русские говорят вообще одно и то же, а украинцы говорят, что у нас там фашисты взяли власть. Конечно, они едины в одном порыве. Поэтому я представляю себе. Вот я просто боюсь, что сейчас, когда люди на Украине этого уже не видят, а им кажется, что, а, может быть, там они уже успокоились на российских каналах. Нет, не успокоились. Сергей из Москвы, задавайте, пожалуйста, вопросы нашим собеседникам Матвею и Марине. Пожалуйста. Алло, здрасте. Здрасте. Вот. Я хотел бы вообще, если можно вам, Елена, задать вопрос. Ну, не важно, кто там ответит, кто ответит, кто ответит. Да. Я вам хотел спросить, за счет Марии Максимовской, я очень дорожу репутацией, это же хорошая, добрая, красивая женщина, мне все нравилось, как женщина, как журналист. Да. Вы скажите, а на что? Я не знаю ситуацию по поводу ее в запуска, в этот, в этот, в этот журналистов, в этой компании. Она, надеюсь, не писается в эту брехливую сетку нашего телевидения. А на что? Что? А на что? Надеюсь, она не писается в общую строгу нашего телевидения. Значит, Сергей, я вам совершенно серьезно на этот вопрос отвечаю и честно. В этом, на этом канале РЕН-ТВ работают очень разные люди. Там очень разный продукт. Там информационный продукт, который новостной, он, к сожалению, уже ненамного отличается от того, что мы видим на федеральных каналах. Программа Марьяны все еще держится. Она все еще, да, сохраняет островок порядочности на канале РЕН-ТВ, сохраняется в виде этой программы. Олег из Белгородской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да я хотел Матвей же на поиск. Пожалуйста. Привет, мне нравятся программы. В пользу я случаем. И второе. Ведь надо же понять, что там идет сейчас предвыборная кампания, которую Российская Федерация хочет сорвать выборы президента. Это все понятно. Все это будет в Донецкой области и в других областях. Поэтому я бы считал, что было бы неплохо всем людям, которые имеют отношение к госслужбам, милиционерам, военнослужащим и другим государственным структурам вообще запретить на время выборов въезд в Украину со стороны России. Пусть въезжают со стороны европейцы, помогают им проводить выборы. А насчет журналистов вот что хотелось сказать. Если бы Союз журналистов или какое-то сообщество обратилось своим письмом коллективным и осудило всех этих нерукопожатых, Соловьевых, Киселевых и прочих Мамонтовых, тогда бы они, может, относились по-другому. А если все журналисты молчат, вроде бы соблюдают дружбу между собой, как круговая порога, они не видят всех и не хотят пускать. Поэтому нечего в ныряном смысле обвязаться. Вот такое мое мнение. Спасибо. Понятно, Олег. Матвей, вы хотите прокомментировать это мнение вам? Ну, я хочу не это мнение. Я хочу, Лена, твое мнение прокомментировать. Значит, ну это, конечно, смешно, чтобы для закалки украинской аудитории им показывали вот эту грязь. Значит, люди как-то хорошо знают, кто вот эти персоны... Да господин Матвей, ну перестаньте, пожалуйста, мои слова каждый раз изменять смысл того, о чем я говорю. Почему? Вы сказали. Я говорю, я сказала, подождите, я сказала, от того, что сейчас они уже не видят это в том... Вот Марина кивает, она меня почему-то лучше понимает, рядом сидит. От того, что они сейчас в этом объеме уже не видят этого кошмара. У них может создаваться ощущение, что там как-то уже все это рассредотачивается, стихает. Они просто могут потерять бдительность. Вот о чем я говорю. Ну да. Ну вот. Ну, слава Богу. Вы знаете, я думаю, что вот от того, что люди сейчас не участвуют в Великой Отечественной войне, если скажешь Великая Отечественная война и 30 миллионов погибших, они от этого не скажут, что это был детский сад. Знаете, вот, конечно, телевидение российское принимает украинцев за идиотов, но когда вот здесь побудешь и поговоришь, видишь, что люди все прекрасно понимают. И я считаю, что... Ну, то есть, конечно, могут быть две точки зрения, и вообще я не буду так об этом судить, это принимает решение украинские власти, украинские зрители. Я вам скажу иначе, что если бы людям очень хотелось смотреть Малахова, вот понимаете, да, как минимум, скажем так, вот они потеряли дорогое сердцу нечто, вот это нечто называется Малахова, то уже бы был новый Майдан. Но поскольку украинские зрители довольно легко восприняли вот эту жуткую потерю, вот эту ежедневную ковровую бомбардировку имени персон, которых вы называли, я так понимаю, что им пока достаточно. Кроме того, знаете, вот есть такое, ну как бы, заглядывание в такой ужасный черный колодец, в этом есть такая какая-то притягательность. И вот эти вот передачи их смотрели, а потом полнедели обсуждали до следующей передачи, какую гадость он сказал. Я думаю, что надо заниматься детьми, своей работой. Киев прекрасный город, можно пойти на Схылы Днепра, это, значит, берега Днепра. И тут становится все теплее и понюхать весенние фиолы. Ну понятно, спасибо, Матвей, я поняла ваше мнение. Я сейчас дам, перед тем, как Марине передать слово, Олег из Германии за свой счет звонит, когда человек за свой счет звонит, это святое. Олег, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, я просто хотел поделиться своими впечатлениями. Я очень долго живу в Германии, ну 25 лет вот уже, и, естественно, я русскоязычный, я из Киева, мой родной язык, русский язык, и канал, первый канал ОРТ, как он идет в Германии, мы смотрим 25 лет. Это единственное вот, что, да, то, что мы смотрим в Германии. И вот после того, что произошло на Майдане, и так как это освещается русской телевидением, я не могу себя заставить вновь смотреть русское телевидение. Вот уже на протяжении двух месяцев я его не включаю. От возмущения? От негодования? Да, да. Понятно, Олег, спасибо большое. Марин, ваша точка зрения, вот, может быть, еще прокомментируете то, что сказал слушатель, вообще не стоит пускать российских политиков туда на выборы, чтобы они им там эту картину. Ага, политиков или журналистов? По-моему, он сказал, и политиков, и журналистов. Если политиков не будут пускать, я... Да, не будете возражать, я только, да, за. Но я просто думаю, что информационная война – это такое состояние, в которое втягивается большинство, подавляющее. И очень сложно при этом, как говорит Матвей, пойти погулять с ребенком, почитать книжку, посмотреть кино. Ты так или иначе находишься в этом. И дело не в том, что, например, украинские телезрители, что, да, на российском телевидении их принимают за идиотов, а в том, что, когда они смотрят все это, им начинает казаться, что все россияне вдруг их возненавидели. И когда я вернулась через месяц пребывания в Москву, то наиболее частый вопрос, который меня очень сильно потряс, он был о том, оправдали ли, что во Львовской области живут одни бандеровцы и фашисты. И, правда, было такое чувство, что там высадился какой-то внезапно космический десант, состоящий из бандеровцев. Это очень странно, потому что украинцы, они приезжают сюда на работу. Много смешанных семей. Это тот народ, с которым, как мне кажется, Россия живет теснее всего и ближе всего. И тут как будто они впервые увидели этих украинцев, впервые узнали о том, что такое Украина. Поэтому пропаганда, она, безусловно, работает. И когда я приехала в деревню Львовской области, то там собрался целый сельский клуб, жители села пришли, и они меня на полном серьезе спрашивали, а мы фашисты? А почему? Только потому, что мы говорим на украинском языке, но это же неправда, вы не могли бы все-таки приехать и рассказать о том, что это не так. Но я же понимаю, что, например, мои усилия по рассказыванию, что это не так, они ничтожны по сравнению с тем, что делает телевидение. В том-то и дело. Владимир из Саратовской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Я не могу сочувствовать даже самым приятным, на вид и на слово журналистам российским, если их не пускают в Украину, вот по какой простой причине. Потому что на фоне вот этого истерического антиукраинского шабаша, которым охвачены все без исключения российские СМИ, ни один российский журналист сейчас не может иметь презумпцию невинности, моральной невинности. Раньше был обычай в приличные дома пускать только с хорошей рекомендацией, либо с общеизвестной отличной репутацией. Так вот, журналисту сейчас, чтобы претендовать быть принятым в Украине, надо запастись ссылкой на свой материал, который говорит об Украине правду, и ссылаться только на него. Интересно. Спасибо, Владимир. Отличная, отличная идея. Очень, ну, я не знаю, насколько она осуществлена, но она необычная, по крайней мере. Я, коллеги, хочу поделиться с вами и с нашими слушателями своими изысканиями сегодняшними. Я просила трех же, это такая уже бытовая история практическая. Что вас ждет, уважаемые слушатели, если вы хотите путешествовать в Крым на поезде? Вот сейчас поездом, а потом оттуда поехать, например, поездом в Киев. Вот я сейчас вам расскажу, что вас ждет. Появился дополнительный пункт, это мне рассказали мои коллеги. Вот только что наш корреспондент прибыл из Москвы в Симферополь. Если раньше был один пропускной пункт в Казачьей Лопане между Россией и Украиной, теперь появился пункт в Мелитополе, где вас проверяет пограничная служба Украины. Дальше появился пункт Джанкоя в Крыму, где заходят люди в непонятной форме, в камуфляже, представляются самообороны Крыма и еще раз вас начинают о чем-то допрашивать, рассказывать. Вы должны им цель визита, показывать свои вещи. То есть вас уже проверяют три раза по дороге в Симферополь, когда вы едете поездом. Дальше второй коллега путешествовал из Симферополя в Киев. Что появляется там? Появился дополнительный новый пункт. Раньше же не было никаких, это же была Украина. Появился пункт в Чингаре и Перекопе, где заходят люди в масках с прорезями для глаз и проверяют ваши документы с оружием. Кто эти люди, неизвестно, но вы должны предъявить им и лучше не спорить, и лучше не спрашивать, кто они такие. Вот мой коллега сказал, что он не рискнул спросить, кто они такие. Вы должны показать им документы и вещи. Через 15-20 метров вас встретят на другом пункте уже украинские таможенники и пограничники. И тоже вас опросят, досмотрят. Но все это пока без штампов в паспорт. Вот я рассказала вам, что сейчас происходит, просто для сведения. Матвей, ну вот у нас программа завершается. Скажите, пожалуйста, заключительные слова. Заключительные слова простые. Заключительные слова простые. Да, ситуация не сахар. Да, тем, кто отважится, я иначе не скажу, поехать в этом году на отдых в Крым. Крым еще по дороге, я уже не говорю, что будет там, повернется своей самой неприятной стороной. Но, знаете как, вот когда, ну, забираешь территорию, так скажем, ну, давайте я аккуратно скажу, переподчиняешь территорию, бывают страны, которым это не нравится. Это та страна, у которой ты территорию, ну, как бы взял, вернул. Ну, тоже так, политкорректно говорим, да. И эта страна считает своим долгом, хоть она там небольшая, не такая сильная. Но, дальше раз, значит, одному аплодисменты, мы эти аплодисменты видели в красивом зале Кривлевского дворца, крики «Браво! Ура!» и так далее. А всем другим муки адовые. И вот эти муки адовые сейчас предстоит полностью хлебнуть, причем, к сожалению великому, на много лет. Мы завершаем на этом программе лицом к событиям на волнах Радио Свобода. События, которые мы обсуждали, были задержание и депортация, выдворение журналистов российских территорий Крыма. Мы старались помочь вам избежать такого же рода ситуации, потому что, в общем, правила-то будут общие для всех. И мы пытались рассказать, что это будут теперь за правила, по которым живет, по новым правилам живет Украина, в связи с тем, что сделала Россия с ней. Завершаем на этом программу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok